Интересно. В городах и селах региона приводят в порядок набережные, скверы, парки, строят спортивные объекты, детские площадки. О том, что еще планируют благоустроить и как нам с вами повлиять на выбор этих объектов, расскажет Анастасия Дунь, начальника отдела реализации целевых программ управления городского хозяйства города Калуги. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, 15 марта начинается голосование, мы выбираем объекты благоустройства, каким образом можно проголосовать? Проголосовать можно онлайн через сайт 40 горсреда, либо на выборных пунктах у нас стоят волонтеры, которые могут проголосовать просто по телефону, подтвердив свою личность через телефон. Если голосовать через сайт 40 горсреда, то там потребуется подтверждение через учетную запись госуслуг. Голосовать за объекты, которые будут благоустраивать в Калужской области, могут только жители Калужской области, правильно я понимаю? Да. Старше 18 лет, какие требования? Старше 14 лет. Старше 14 лет они должны являться гражданами Российской Федерации. Выбор можно сделать только за одну территорию, правильно я понимаю? Да, правильно. Ты живешь в Калуге и выбираешь территорию, которую будут благоустраивать в Калуге. Живешь в Медене, голосуешь за то, что будет благоустроено в Медене, правильно я понимаю? Да, все правильно. Сейчас в этом году будут делать объекты, за которые мы проголосовали в прошлом году. Правильно я понимаю? Вот давайте про Калугу скажем, что будет сделано. Ну, в прошлом году у нас опобедила территория, прилегающая к набережной Ячинского водохранилища. В прошлом году по результатам предыдущего голосования тоже была выбрана эта территория. Было сделано очень много спуски к воде, трибуны, пандусы. В этом году проголосовали жители заново за территорию, только уже благоустраивать ее дальше, так как она большая требуется. Сейчас заключены контракты. В этом году планируется сделать наружное освещение по территории всей этой набережной Ячинской, организовать велопешеходную дорожку и осуществить мелкие ремонты предыдущего благоустройства. Какой-то там мост дополнительный, по-моему, еще планируют сделать. Мост это в планах, это в планах. Разрабатывается концепция как раз территории, которая предлагается сейчас голосованию. То есть если выберут эту территорию, то набережная Ячинского водохранилища будет продолжаться благоустраиваться дальше. Есть еще к чему стремиться? Сколько там еще работы можно сделать? Да, территория большая. Какой заход, получается, будет в этом году? Уже третий или четвертый по благоустройству? Ну, если считать по годам, сколько она делается, то это уже пятый год. Пятый год? Пятый год. Работы, которые запланированы на этот год, когда они начнутся? Уже частично подрядные организации начинают, ну, пока погода их подводит, по наружному освещению делают закладные. После таяния снега начнутся производства земельных работ. Ну, можно сказать, что набережная, конечно, сильно изменилась благодаря этому благоустройству. Вот вы сами, как житель города, видите эти изменения? Да, конечно. Всегда приятно наблюдать, когда из ничего появляется что-то стоящее. Что будет предложено в этом году на выбор для горожан? До этого, в 2021-2022 году мы предлагали большое количество территорий, около 20, для возможности жителей проголосовать, допустим, за территорию именно в своем микрорайоне. То в этом году было принято другое решение, были выбраны лидеры предыдущих голосований. В основном это, естественно, оказались большие общегородские территории. В настоящее время жители очень заинтересованы в благоустройстве общественных территорий около прудов. Так, например, предложены были пруд на генерала Попова, Алешкин пруд и Бушмановский пруд. Поэтому в этом году было выбрано, по сути, общегородских территорий, несмотря на то, что они находятся в каком-то микрорайоне. Это продолжение благоустройства Ящинского водохранилища, два наших больших бульвара. Это бульвар Сечерина и бульвар Степана Разина, который очень давно требует благоустройства. И мелкие территории как раз около прудов. И также была предложена территория, которая тоже набирает уже несколько лет большое количество голосов, очень активные жители микрорайона Терепец. Это благоустройство территории около речки Терепец. А на набережные что можно еще сделать в перспективе? Вот мост, да, вот этот велопешеходный, что еще там можно сделать? Большой объем работы. Можно проводить работы по озеленению, сделать клумбы, посадить деревья. Установка маф, лавочки, урны, какие-то инсталляции очень интересные. Как в прошлом году, где был установлен парк Летопергола, очень интересная зона для отдыха. То есть много можно чего. Набережная Окея тоже начали благоустраивать, но пока сделали такой начальный этап. Вот там вот будет что-то меняться в перспективе? Набережная Окея остается в программе, и в последующие годы она будет предлагаться также голосованием. А год от года все большее количество людей принимает участие в голосовании, да? Вот вы, как считаете, достаточно ли активные горожане или нет? Ну, если считать, что голосование и выбор общественных территорий голосованием – это обязательно условия программы, и ведется оно с 2018 года ежегодно, то с 2021 года ввели на выведение этого теперь голосования в подтверждении через сайт Госуслуг, через платформу обратной связи, что делает прозрачным голосованием, с невозможностью потасовки любых потасовки результатов, то есть все честно и прозрачно. И для примера, в 2021 году, когда голосование было запущено первый раз, проголосовало чуть больше 24 тысяч человек, то в прошлом году почти 30 тысяч. Ну, как бы люди начинают заинтересоваться и голосовать. Это у вас статистика именно по городу Калуги, а у меня есть статистика по области. Вот, например, в 2021 году 82 тысячи человек, в 2022 – 96 тысячи человек, а в 2023 – порядка 117 тысяч человек по области. Ну, вот, кстати, тоже по этой статистике, к сожалению, жители больших городов менее активны, а вот жители районов области более. С чем связываете, как думаете? Ну, наверное, более заинтересованы или более включаются в жизнь города. Ну, ритм в больших городах, он немножко другой у нас, наверное, и проблем немножко побольше, требующих тоже нашего внимания. Программа «Комфортная городская среда» уже 7 лет реализуется у нас в области. Вот непосредственно в Калуге. Давайте поговорим про объекты, которые были благоустроены до, кроме «Ячинки», «Оки». Вот что еще было преображено? Ну, во-первых, хочется сделать уточнение, что формирование «Комфортная городская среда» не только общественные территории благоустраивают, но и дворовые. Что за период действия программы на территории города было благоустроено 240 дворовых территорий и целых 16 общественных. Было построено очень много новых парков. Это парк «Намарата». Это тоже было сделано в рамках этой программы. Новый парк у нас появился. Это сквер на улице Дорожной. Сквер улицы Туренинская, 15. Это объекты, которые были сделаны с нуля, просто с нуля. И параллельно мы пытаемся сохранить то, что уже существует. И те парки и скверы, которые требуют реконструкции, тоже, собственно говоря, реконструируются. Так был реконструирован сквер Тайфун полностью. Скверная интеррепция, по-моему, тоже, да, был благоустроен в некоторой программе? Да, и бульвар моторостроителей. Да, это в начале программы, когда начинали только делать, сделали две общественные территории. Ну, можно сказать, что пробно. В двух микрорайонах, да. На скверном бульваре моторостроителей и на Льва Тастова. Важная тема, чтобы то, что было сделано, как можно дольше сохранилось и людям приносило удовольствие времяпровождение там. Что касается безопасности, на ваш взгляд, как люди относятся к тому, что сделано, во что вкладываются такие немалые деньги. Ну, такой очень интересный момент. Есть люди, которые очень бережно относятся, а есть, которые, к сожалению, конечно, почему-то не берегут. Поэтому проблем по восстановлению и реконструкции или какого-то ремонта у нашего подведомственного учреждения, кому переданы эти скверы, достаточно много. В рамках программы, когда благоустраивается территория в комплексе, когда мы делали маленькие территории, мы видеонаблюдение учитывали. По остальным скверам, которые были сделаны не в этой программе, тоже планируется установка видеонаблюдения. То есть камера видеонаблюдения может зафиксировать, если что-то случилось, зафиксировать человека, который что-то сломал, и потом ему грозит штраф, да? Да. До 5000 рублей, по-моему, штраф. Да. Дело передается уже в полицию, полиция разбирается. Да, все правильно. Программа формирования комфортной городской среды, ее продлили до 30-го года. То есть получается, что еще много объектов могут попасть и быть благоустроенными у нас в городе? Да. У нас только по программе предложены жители территориям 40, которые требуют благоустройства. Это только общественные территории. Но каждый год мы выбираем только одну территорию. Или, возможно, теоретически, если территория небольшая, то могут быть и два победителя? Может быть, да. Давайте еще раз напомним телезрителям, каким образом и в какие даты могут они проголосовать, сделать свой выбор и быть причастными к благоустройству, преображению нашего родного города. Голосование именно по выбору общественных территорий состоится с 15 марта по 30 апреля. Целых полтора месяца, чтобы жители сделали свой выбор. Так как в этом году начало голосования за общественные территории совпадает с выбором президента, то проголосовать можно одновременно с 15 по 17 марта именно на избирательных участках. Ну, как вы думаете, благодаря этому станет больше людей, которые принимают участие в голосовании? Я думаю, да. Как вы считаете, что вообще в целом люди год от года становятся более активными касательно голосования? И голосование, и участие, и вносится очень много предложений, и контролируется работа подрядных организаций, жителями. Да, жители становятся более инициативными и активными. А что значит вносятся предложения? То есть горожане предлагают, не только голосуют за объекты, которые они хотят благоустроить, но и предлагают вам, как хотят выглядеть? Они предлагают, которые, да, которые можно благоустроить. А пример какой-то можете привезти? Все три пруда, которые в прошлом году были предложены на голосование. Алешкин пруд, пруд генерала Попова и Бушмановский пруд. Это все предложено было жителями. А именно что они хотят видеть? Предлагают? Благоустроенную территорию. Есть кто дает конкретные работы. А мы хотим видеть беседку, например. Да, есть кто-то даже рисует проекты, у нас очень много талантов. Есть кто-то просто говорит, что вот хочу благоустроенную территорию вместо отдыха около воды. Прислушиваются ли при разработке проекта вот к жителям? Конечно, всегда это все собирается, вносится в общую концепцию. Я помню, что в прошлые годы волонтеры в многофункциональных центрах стояли, и можно было проголосовать за объекты благоустройства через них. Вот в этом году будет это практика или нет? Да, только в этот раз они будут стоять не в МФЦ, а на избирательных участках. Давайте еще раз напомним сроки голосования. Если вдруг 15 марта кто-то 15, 16, 17 не сможет проголосовать на избирательных участках, то время есть до 30 апреля. И еще раз требования к людям, которые могут сделать свой выбор за объекты благоустройства. Гражданин Российской Федерации, проживающий в Калужской области, и голосующий, соответственно, за объекты в той области, в которой он проживает, и старше 14 лет. Попросим жителей принять активное участие, потому что, как бы, заинтересованные все территории, представленные, интересны. Ждем вас на выборах. Ну что ж, надеемся, телезрителям была полезная информация. Они обязательно выберут объекты, которые будут благоустраиваться. Все делается, конечно, для их же блага. Напомню, что в студии сегодня была Анастасия Дунь, начальник отдела реализации телевых программ управления городского хозяйства города Калуги. Спасибо вам большое. Будем ждать изменений на наших территориях. В эфире телеканала Ника ТВ была программа «Интересно». Я с вами прощаюсь. До свидания. Интересно.